Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» Томатологическая клиника «Центрадент». Клиника «Центрадент». Полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центрадент». Улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95 7703. Здравствуйте! Меня зовут Валентина Куликова и вы смотрите тележурнал «Страна Советов». Когда ребенок появляется на свет и еще не умеет говорить, только мама понимает его без слов, угадывает желания и заботится. Мама – хранительница очага, тепла, любви и красоты. В День матери хочется поговорить о самом родном человеке – милые мамы. Сегодня мы посвящаем весномер тележурнала «Страна Советов» именно вам. Только сегодня в праздничном выпуске – вкусные рецепты маминых котлет, необычный способ приготовления привычного блюда, новая прическа и правильный макияж, приятные сюрпризы для женщин. Мода недалекого будущего. Тренд зимы 2013. Конечно говоря, любимой мамочке нельзя не затронуть ее вкусные обеды и сытные ужины. А мамины блины, выпечка и котлеты просто незабываемы. Можно постараться попробовать приготовить котлеты самостоятельно. Возможно, они получатся не такие же, как у мамы, но все же попытка стоит того. Наша кулинарная рубрика на первых страницах тележурнала «Страна Советов». Сегодня мы будем готовить обычные котлеты необычным способом. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Фарш 600 граммов, лук 1 штука, яйцо 1 штука, батон 150 граммов, молоко 150 миллилитров, мука 7 столовых ложек, сливочное масло 3 столовые ложки, растительное масло 3 столовых ложки, соль, перец. Начинаем наше приготовление с батона или белого хлеба без корок. Заливаем молоком и оставляем на 10-15 минут, чтобы хлеб набух. Далее мелко нарезаем репчатый лук. В сковороде разогреваем растительное масло вместе со сливочным. Очень удобно жарить на смеси масел. Сливочное не подгорает, а лук приобретает не только красивый цвет, но и приятный сливочный вкус. Обжариваем лук и добавляем еще немного сливочного масла. Лук должен как бы томиться в нем. Солим, перчим и обжариваем до готовности. Теперь разбиваем яйцо и отделяем желток от белка. Смешиваем домашний фарш с отжатым от молока хлебом. Луком добавляем желток, соль, перец и тщательно перемешиваем. Кстати, фарш мы взяли свиной и говяжий, так вкуснее. Хорошо вымешиваем и отбиваем фарш. Чем лучше мы его отобьем, тем удобнее будет формировать котлеты и при жарке они не будут разваливаться. Теперь взбиваем белок до густой пены. Добавляем взбитые белки к фаршу и аккуратно перемешиваем. Впоследствии котлеты у нас будут пышные. Далее просеиваем муку и формируем котлеты таким образом. Кстати, вовнутрь фарша можно спрятать полоску твердого сыра. Он расплавится и котлета станет еще вкуснее. Подготовили котлеты, начинаем их жарить. На сковороде разогреваем растительное масло вместе со сливочным и обжариваем с обеих сторон. Доливаем немного воды, чтобы они пропарились и доводим до готовности. Приятного вам аппетита! Приятного вам аппетита! Мир в гармонии и целостности – то, к чему сегодня стремится каждая женщина. Но достичь этого в условиях такого непростого современного ритма жизни бывает очень непросто. Помочь разобраться в себе и в отношениях со своей второй половиной, решить проблемы и просто стать увереннее и счастливее, можно, обратившись к специалистам и пройдя специальную тренинг-программу. Проявить и выявить резервы личности каждой женщины. И она должна себя почувствовать чуть-чуть счастливой для того, чтобы могла что-то преобразовать в своей жизни. Найти свою половинку, улучшить отношения в семье, встретить человека. В любом случае, наша тренинг нацелена на то, чтобы она стала сама сначала счастливой, и только потом она может что-то решать, что-то делать. Основная часть такой программы – работа с психологом. В ходе доверительной беседы вы, наконец-то, можете поделиться своими тревогами и страхами, узнать ответы на интересующие вас вопросы и разобраться в отношениях с близкими, а также получить массу полезных советов. Консультации, а их может быть от трех до пяти, совмещают с процедурами по уходу за лицом и телом. Если вы навели порядок у себя внутри, остается навести порядок снаружи. Это навестить косметологов, парикмахеров, массажистов, привести себя в порядок внешне, потому что внутренне вы готовы свернуть горы. Приятным завершением станет релаксирующий массаж, обертывание и точечный массаж ша-атсу, предназначенный для оздоровления организма, снятия усталости и напряжения. Я очень рада, что прошла программа «Как создать счастливые отношения». Я стала более уверенная, счастливая, плюс хорошим дополнением является уход за лицом и телом. Пройти тренинг «Как создать счастливые отношения» можете и вы в медико-психологическом центре «Санте». Здесь предусмотрены и специальные программы для мужчин, где они смогут избавиться от неуверенности, страхов и комплексов. В медико-психологическом центре «Санте» вы можете пройти полное диагностирование организма при помощи диагностики РУНО, а также решить и другие проблемы, избавиться от стресса, депрессии, обрести счастье, здоровой жизни. «Санте» – это высококвалифицированные специалисты и сертифицированные методики и технологии лечения, как современные, так и традиционные. Медико-психологический центр «Санте» – счастье, здоровой жизни. Улица Александра Невского, 76В, телефон 76-64-22. Наши мамы всегда в движении. Дом, дети, работа, подруги. Но в этом круговороте дел и забот. Главное не забыть о своем здоровье. Впрочем, если вы и ваша мама регулярно смотрите рубрики нашей программы, это вам не грозит. Очередная порция полезной и здоровой информации в нашем специальном разделе о здоровье. По данным исследования Калининградского научно-клинического центра травматологии, ортопедии и спортивной медицины, ортопедической патологией страдает каждый второй человек после 50 лет. Наиболее распространенными заболеваниями являются деформирующий артроз крупных суставов и остеохондроз. Деформирующий артроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание, которое обусловлено резким снижением высоты суставного хряща, разрастанием шипов в суставе, ограничением движениям и резким болевым синдромом. Остеохондроз – заболевание позвоночника, которое также характеризуется костно-хрящевыми растяжениями, снижением высоты диска и значимым болевым синдромом. Лечение этих заболеваний, как и любых других, начинается с консультации врача. Далее следует диагностика, ультразвуковое сканирование, магнитно-резонансная терапия или традиционная рентгенография. Одним из основных видов лечения является физиотерапия – УВЧ, электрофорез, денностерапия. Хороший клинический эффект оказывает и дозированное вытяжение, которое производит на специальном аппарате «Армет Профессионал». Процедура безболезненна и занимает в среднем 15-20 минут. И, конечно, наиболее эффективным способом лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний, в том числе деформирующего артроза крупных суставов, является внутрисуставное введение хондропротекторов, то есть препаратов, которые способствуют восстановлению хрящевой ткани, оказывают противоспалительное действие, обезболивающее, и способствуют выработке собственной гиалуроновой кислоты, которая принимает участие в синтезе клеток хрящевой ткани. Для отслеживания результатов и динамики лечения применяют ортопедическую топографию. Степень продольного поперечного плоскостопия соответствует второй-третьей степени. Это говорит о том, что требуется коррекция стельками, кинезиотейпинг, курс физиотерапии, лечебная физкультура и вообще с приемом витаминов. Все процедуры рекомендуют сочетать с лечебным массажем. Важно помнить, что в процессе лечения необходима поддержка позвоночника и суставов. Для этого используются специальные ортопедические изделия – стельки, бандажи, корсеты и другие. И хочется отметить безусловную необходимость лечебной физкультуры, поскольку формирование мышечного корсета является стратегической задачей лечебного воздействия. Своевременное и правильное лечение позволяет избавиться от этого недуга, избежав хирургического вмешательства. В научно-клинических центрах травматологии, ортопедии и спортивной медицины «Плюс Орты» и «Доктор Мак», кстати, в единственных центрах в Калининграде, проводят диагностику и лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы. В клиниках осуществляется полноценный прием врачей, проводятся все необходимые медицинские процедуры, проводится диспансеризация пациентов, причем не только взрослых, но и детей в возрасте от 1 месяца и до 18 лет. Сочетание традиций и инновационного подхода к лечению, штат высококлассных специалистов, новейшие медицинские технологии и современная аппаратура делают лечение в клиниках «Доктор Мак» и «Плюс Орта» максимально эффективным и комфортным. Медикаментозное лечение, физиотерапия, массаж, внутрисуставное введение хондопротекторов, физиотерапия, дозированное вытяжение, озонотерапия, грязелечение, мезотерапия – далеко не полный перечень процедур, выполняемой в клиниках. И что немаловажно, «Доктор Мак» и «Плюс Орта» – это доступные цены и социальные льготы. Здесь вы также можете приобрести ортопедические изделия, а также взять их в прокат. Научно-клинические центры травматологии, ортопедии и спортивной медицины «Плюс Орта» и «Доктор Мак». Современно, профессионально, доступно. Улица Красная, 63А. Улица Борзова, 58. Чтобы сделать маме приятный сюрприз, надо чуть больше времени, чем будет длиться реклама на Первом городском. Впереди все самое интересное. Через несколько минут вы увидите. Новая прическа и правильный макияж. Приятные сюрпризы для женщин. Мода недалекого будущего. Тренд зимы 2013. «Сто метров парчи» и «Шелка». Зачем актрисы-камеди-вумен скупают ткань в Калининграде? Кино вместе с мамой. Выбор нашего тележурнала. Каждая мама хочет быть красивой. А красота – это в первую очередь шикарная прическа и правильно подобранный макияж. Ведь хорошая стрижка лучше коробки конфет. Вот и Оля Миланович решила помочь всем мамам нашего города стать еще красивее. Стилисты рубрики «Большая перемена» помогут создать праздничный образ и подскажут несколько ценных советов. Все внимание на экран. Эх, порой мы, девушки, готовы часами пролистывать модные журналы в поисках нового образа. Но все гораздо проще, если вы включили проект «Большая перемена». Вас приветствую я, Оля Миланович, и сегодня на ваших глазах мы преобразим еще одну прекрасную особу нашего города. Устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Лариса Вихрова, 53 года. Устала быть домохозяйкой и жаждет перемен. Здравствуйте, Лариса. Ну что, поделитесь с нами, почему решили обратиться в нашу программу. Ну, перемена для женщин – это всегда хорошо. И увидев вашу передачу, я рискнула прийти и хочу преобразиться. Это отлично. В таком случае я прямо сейчас отправляю вас в руки к нашим стилистам. И уже не терпится увидеть результат. Мне тоже. По традиции «Большой перемены» отворачиваем нашу героиню от зеркала. Мы приступаем. Первый этап нашей перемены – окрашивание. Даша, я тебе скажу по секрету. Наша героиня призналась, что всегда мечтала о длинных, красивых волосах. Может, ты подскажешь нам рецепт какой-то эффективной маски для ускорения роста волос? Конечно, подскажу. Надо взять мисочку, в которой мы сейчас размешаем. Две столовых ложки горчичного порошка. Туда добавим одно яйцо, чайную ложку сахара и одну столовую ложку репейного масла. Полученную смесь наносим на корни волос и держим в течение 15-20 минут. Продолжаем работать с волосами Ларисы и переходим к стрижке. Далее приступаем к укладке. Для того, чтобы образ был завершенным, наносим макияж. Превражение подошло к концу. Сейчас Лариса увидит себя впервые после большой перемены. Какая я креативная, яркая. Я даже помолодела. Вау! Именно то, что я хотела. Отлично. Я довольна результатом. Я очень счастлива, что побывала на программе «Большие перемены». Получила уйму радостей, позитива. И хочу сказать всем женщинам, приходите, посещайте салон, в котором работает стилист Дарья. Прекрасный мастер. Она вас поймет и сделает из вас конфетку. Ты смелая и не боишься экспериментировать? Тогда приглашаем тебя для участия в нашем проекте. Оставляйте заявки на моей официальной страничке ВКонтакте или на адрес электронной почты. А главное помните, перемены – они всегда к лучшему. Модному образу нужна модная одежда. Однако приближающаяся зима диктует свои условия. Часто в холодное время года красиво выглядеть получается не всегда. Но мы нашли один хороший магазин верхней одежды и готовы подсказать вам адрес, который обязательно вам пригодится. Все внимание на экран. Модные тенденции этого сезона идут рука об руку вместе с изысканностью и стилем. Красивые меховые изделия в сочетании со сложными комбинациями делают такую одежду неповторимой, а главное – теплой и удобной. В такой белой норковой шубке и в берете из норки любая девушка не останется незамеченной. Не стоит забывать и про такой важный аксессуар, как сумка. Например, вот такая дизайнерская новинка родом из Италии. Она представлена в единственном варианте. И вы можете быть уверены, что больше ни у кого не будет похожего экземпляра. В коллекции «Зима-2013» есть модные варианты и для мужчин. Например, вот такая куртка из черной норки. Хотите всех удивить? Тогда ваш вариант – рыжая натуральная шуба из лесы. Поднимайте себе настроение и с любовью подбирайте к верхней одежде аксессуары. Например, вот такие кожаные перчатки «Шанель» и сумочку известной фирмы «Кромия». Обратят внимание и на молодого человека вот в такой кожаной куртке с капюшоном, которая будет актуальна в сочетании как с классикой, так и со спортивным стилем. Модель «Автоледи» – это укороченная норковая шубка, которую можно накинуть и на платье, и на брючный костюм. Мужчине лучше всего подойдет кожаная куртка на меху. Большой любовью у девушек пользуется норковая шуба «Летучая мышь». К ней подойдет многофункциональный саквояж «Кромия». А у мужчин в авторитете и лидер продаж – это итальянская дубленка. Не меньше, чем шубы, калининградские модницы любят пальто. Например, вот такие варианты итальянской марки «Лаура Бианко» с современным утеплителем из-за софт, который согреет вас даже в самую любую зиму. Из того же утеплителя и мужские куртки итальянской фирмы «Витторио Эммануэль». Еще одна популярная марка в Италии, а теперь и в России. Верхняя одежда фирмы «Фрателли». На вид кажущаяся легкой куртка с утеплителем нового поколения «Валтер». Согреет вас даже в аномально холодную зиму. Вот так будет выглядеть модная одежда «Завтра», которую можно приобрести уже сегодня. Новый магазин «Верхние одежды Манер». Улица Елена Ковальчук, 3,9. Ориентир – магазин «Спутник». Они говорят о тряпках, мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира. Постоянно шутят над собой, а теперь еще и над нашей модной персоной Денисом Саландиным. Самые веселые девушки нашей страны рассуждают на тему женской логики. Прямо сейчас в «Камеди Вумен» на Первом городском. Всем привет, меня зовут Денис Саландин, и это «Модные персоны» на Первом городском. Сегодня я отправился в Дом искусств для того, чтобы пообщаться с актрисами из шоу «Камеди Вумен». Что из этого вышло, узнаете прямо сейчас. Котик, мой любимый котенок, мой кошачки любимый человек, как тебя я люблю. Рядом со мной актрисой популярного шоу «Камеди Вумен». Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, каково жить в женском коллективе? Очень интересный вопрос. Мы в женском коллективе живем? Конечно, еще отлично. Все свои, все все понимают. На своей планете. На своей планете. Женской. Логика тоже женская. Скажите, вот, да, вы человек, который не из первых серий был вместе с нами, да? Вот расскажите, как вас принял коллектив? Да, вы правильно отметили, что я человек. Да. А вот, и человеческий коллектив меня принял как человека. Наташа, скажите, а вот вы как со своим образом уживаетесь? Понятно, что вы все это придумали, но вот все-таки постоянно быть вот такой вот этим сгустком энергии? Знаете, тяжело. Иногда выдыхаешься. Как ты вот в такой прическе живешь? Скажи, пожалуйста. Так же, наверное, как и вы. Вот, поэтому уживаешься. Сам себе нравится. Я тоже, мне свой просто очень нравится. И, соответственно, я с ним очень уживаюсь хорошо и дружелюбно. К вам в шоу часто приходят звезды, да, будем так и называть. Вот недавно мы были с Наташей Королевой, прям до этого. Ну, лет семь назад, да, вы были Наташей Королевой. Расскажите вот об этом. А что? Как прошло? Хорошо. Нет, ну, Наташа Королева очень нам всем понравилась. Она с чувством юмора. Прикольная такая вообще своя девчонка. Очень ответственная, да, очень так серьезно подошла к этой роли. Ходила, репетировала, повторяла, переживала и выдала все вообще как на духу. С первого раза записали? Ну, да, мы с первого раза все записали. Это очень большой плюс, потому что не все наши звезды так ответственно подходят к делу. Вот. Наташа Королева. Вы никогда не видели настоящую Наталью Григорьевну Королеву, шо ли? Как? Вообще-то я смотрела в Википедии, вы Владимировна. Да я же специально, шо вас проверять, знаете ли, фанатей. Удивительная, вы не поверите. Я всегда знала, что у меня сестра близнец. Кто для вас еще от костюма, потому что программа у нас модная и, конечно, хотелось бы... Дизайнер. Алишер. Алишер. Алишер просто сказка, просто супер. Да, вот с такими вот глазами. С такими красивыми глазами. Вот он старается, придумывает, много нервничает, ругается с нами. Но в итоге всегда получаются шедевры. А в обычной жизни вы где предпочитаете одеваться? Вот это хороший вопрос, потому что только сегодня мы побывали у вас в магазине. Мы побывали в магазине в одном местном. И накупили себе всяких тканей, да. Да, тканей. Красивых. Метров 185. В общей сложности закупились, да. Да где угодно, участвуем в гастролях, покупаем одежду. Как я, Зиняя. И правильно делаешь. Ну тут-то точно не все свое. Хотя на 300 рублей таких гор не наворотишь, факт. Я люблю рыбу. Она любит ее есть, а я просто, я дружусь. Она любит с ней. Она любит дружить и фотографироваться с ними и выкладывать их на свои платья. Вот видите, как красиво. Египет, например. Нет, рыба. А я люблю рыбу, поэтому мы сейчас, вы нас видите в кадре. Так, слышь ты. Че на мои 300 рублей? Пожить красиво решила? Я видела, что на такси прикатила. Это не такси, Ванечка. Это меня поклонник подвез. Поклонник? Чему тут поклоняться? Скажите, у вас есть какая-то шутка, может быть, про Калининград или какую-то вот вы прям сегодня нам все... Ну, вы что, конечно, у нас всю жизнь шутка про Калининград. Ну, вы что, мы же ни разу не видели. Что Калининград? Что вам сказать? Что Калининград? Ничего особо не отличаясь из социальных городов. Так, все городышко. Ксеградишко. И там кукла Вуду уже сшилась сейчас только что. У нее уже первый год. Нет, нет, нет. Отличный год. Я вот у меня... У нас. У меня. У меня гостиница выходит. У нас. У нас выходят окна на реку. Это просто вообще. Да, на реку. Такое ощущение, что ты находишься в России, где-то за рубежом, где-нибудь в Европе. Это похоже, мне кажется, на Латвию, может быть, немножко, даже чем-то на Таллину, на Ригу. Сейчас у меня ассоциация почему-то с Венецией немножко сразу. Спасибо. Большое. Мы вас очень любим приезжать к нам почаще. Спасибо. Спасибо. Идите, давай. Идите, давай. Идите, давай. Идите, давай. Денис Саландин. Специально для модных персон. Лучший подарок для мамы – это время, проведенное с вами. И нет ничего лучше, чем совместный поход в кинотеатр. Особенно, если ваша мама обожает вампирскую сагу «Сумерки». Ведь именно этот фильм – самый ожидаемый фильм осени. Подробности, как всегда, в нашей постоянной рубрике «Киногид». Кинотеатр «Заря» предлагает вашему вниманию продолжение вампирской саги «Сумерки. Рассвет. Часть 2». Ты прекрасна. И у нас одна температура. Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогает Эдвард и остальные члены семьи Каллинов. К тому же, теперь у нее есть дочь и вечность впереди. Ее друг Джейкоб становится для дочери Беллы другом и наставником. И ненадолго для героев наступают спокойные дни. Но все заканчивается, когда вести о пополнении в семье Беллы доходят до Валтуре. Они собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Каллинов. Еще одна мистическая история – это новый детектив «Облачный атлас». Фильм рассказывает о шести реинкарнациях одной и той же души, две из которых происходят в будущем. Главной героине Холли Берри предстоит большой путь и шесть персонажей, среди которых есть и мужчина, и провидица, любовница композитора и газетный репортер. Приятного просмотра! Говорите приятные слова своим мамам. И не обязательно ждать этого праздника или какого-то другого, чтобы признаться ей в любви. Признаваться в любви не стыдно. «Мама, я тебя люблю!» Эти слова стоит говорить каждый день. С вами была Валентина Куликова. До встречи на следующей неделе на страницах нашего «Глянца». Генеральный спонсор тележурнала «Страна Советов» Стоматологическая клиника «Центрадент». Клиника «Центрадент». Полный спектр стоматологических услуг, ортодонтия, протезирование, имплантация, детская стоматология и многое другое. 25 лет успешной работы, 95 врачей-стоматологов. Мы ждем вас ежедневно с 8 утра и до 9 вечера без выходных и праздничных дней. Клиника «Центрадент», улица Калужская, 3038. Запись по телефону 95-77-03.